сегодня я расскажу вам еще одну странную историю история небольшая но загадочная итак все слышали о таких вещах как престол бога и небесная водя богу небесная водя это из египетской мифологии бог солнца плывет по небесной реке на одной воде бог луны на другой то есть можно предположить что небесная водя это неизвестное сегодня транспортное средство библейском проекте тоже есть упоминание неких транспортных средств и езекииль голова 1 стих 4 и я видел и вот бурный ветер шел от севера великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него а из средины его как бы свет пламени из средины огня и из середины его видно подобие четырех животных и таков был вид их облик их был как у человека и у каждого 4 лица и у каждого из них 4 крыла и вид этих животных был как вид горящих углей как вид лампад огонь ходил между животными и сияние огня и молния исходила из огня и смотрел я на животных и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их вид колес и устроение их как вид топаза и подобие у всех четырех одно и по виду их и по устроению их казалось будто колесо находится в колесе над головами животных было подобие свода как вид изумительного кристалла простертого сверху над головами их а над сводом над головами их было подобие престола по виду как бы из камня сапфира а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем вот так это записано в книге и езекииля складывается ощущение что перед достаточно грамотным человеком 14 века опустился сложный в техническом плане аппарат аппарат спустился с неба испуская сияние непривычный шум и клубы пара и огонь в общем произошло неординарное для 14 века события с неба спустилась нечто нечто невероятно сложное то что просто невозможно описать словарным запасом человека 14 века то есть теоретически в книге и езекииля описан сложный летательный аппарат что в принципе интересно но ведь это библейский текст в библии много чего написано нельзя же все воспринимать за реальные события принципе я к библии отношусь достаточно скептично но вот смотрите какую интересную информацию получил я знакомого антиквара все вы конечно видели на иконах вот такую пирамиду обычно эта пирамида располагается ближе к центру и во все стороны и спускает лучи почти везде пирамиду изображают вот так но очень редко встречаются иконы где пирамида выглядит достаточно непривычно она не изображена в центре она изображена в углу иконы и со дна пирамиды как будто бьют реактивные струи так вот такое неканоничное изображение встречается только на иконах изготовленных до 1850 года после 1850 так летящую пирамиду больше нигде не изображали антиквар который мне об этом рассказал за свою жизнь видел всего три такие иконы продажи и все они изготовлены в начале 19 века дату можно определить по серебряному клейму до 20 века на серебро ставилась не только проба но и год так вот клейма серебряных окладов икон до 20 века имели дату и по этим датам видно что икону с летящими в угол пирамидами перестали выпускать после середины 19 века немного странно почему до 1850 года такую пирамиду можно было изображать а вот после 1850 года уже нельзя пирамида как будто куда-то улетает выглядит как странного вида ракета и самое интересное в том что таких икон очень мало две из них мне показал антиквар а вот эту икону я нашел в звенигороде в старейшем храме который стоит на городке эта икона никак не подписано мы видим пирамиду летящую в угол иконы а снизу как будто бьют реактивные струи совсем не канонично сегодня лучи из пирамиды изображают исходящими во все стороны но на этой иконе это не так лучи бьют из подошвы пирамиды как будто это ракета в общем странно все это если кто-то видел похожие иконы напишите в комментарии хочется понять насколько часто такие изображения встречаются на этом все смотрите мой канал